В отличие от мультивселенной безумия, четвертый Тор представит нам всего лишь одного бога грома, но зато сразу в нескольких нарядах. Тор-пузан, Тор-хиппи и даже могучий Тор. Какая версия будет достойна украшать стены в вашем доме? Благодаря бесконечному фотоконструктору Моза Брик вы сможете повесить хоть всех Торов у себя на стене. При помощи пяти градаций цветов возможно собрать абсолютно любое изображение в стиле пиксель-арт. Конструктор Моза Брик это идеальный подарок для ваших близких, потому что он отлично вписывается в любой интерьер. В комплекте идут сами кубики, инструкция, скотч, основа для сборки и подставка. Все, что вам остается, так это загрузить изображение на сайт, получить простую инструкцию и наслаждаться процессом сборки. Классические наборы есть в трех размерах, а одинаковые наборы можно еще и объединять в одно большое изображение. Кстати, не так давно в ассортименте появился еще и цветной набор. Он есть в двух размерах S на 7 тысяч кубиков или M, где аж 10 с половиной тысяч деталей. К нему в подарок идет рамка в комплекте, стикер-пак с наклейками и дополнительные зип-пакеты для оставшихся кубиков. Хотите себе такой? Тогда переходите по ссылочке в описании и заказывайте крутой фотоконструктор Моза Брик с нашим промокодом GEEKM, по которому вы получите скидку в 20%. Здравствуйте! Вы смотрите GEEK MOVIES! Целестиалы плотно обустраиваются в киновселенной Марвел. Сначала их показали в Вечных, затем намекнули на появление в Стражах Галактики 3, но потом случился трейлер Тора и все стало совсем запутанно. Ведь в нем Целестиалов показали совсем иначе, да и с абсолютно другими целями. Что вообще происходит? Какие еще детали раскрыл трейлер и Тайка Вайтити? И почему сцену с Голым Тором было так сложно снимать? Устраивайтесь поудобнее, друзья, сейчас мы все объясним. Хотя без алкоголя будет тяжело, ведь за 10 лет Марвел поменяла облик Целестиала в 4 раза. Сначала это были срисованные из комиксов гиганты в лекции про Камни Бесконечности и Стражей Галактики. Затем во вторых Стражах Эго был представлен как Целестиал, но вообще не был на них похож. Потом были Вечные, где Целестиалам в сравнении с комиксами изменили всю историю и показали их гигантскими. Ну а трейлер Тора в четвертый раз изменил внешний вид космических сущностей. Целестиалы, как в первых Стражах, не такие большие и снова похожи на свои версии из комиксов. Самое смешное в том, что справа в кадре из трейлера Целестиал по имени Аришем. Тот самый, что появлялся в Вечных. Только там его дизайн был абсолютно другим, да и размер. В общем, Кевин Файги до сих пор не может определиться с тем, как показывать Целестиалов. И просто позволяет каждому режиссеру творить, что захочется. В связи с постоянными изменениями понять, что делают Целестиалы в киновселенной, тяжело. В комиксах это бессмертная раса космических богов, экспериментирующая с созданием различных форм жизни. Люди, Девианты, Титаны, Вечные и прочие существа, творения их рук. В первых Стражах коллекционер рассказал, что Целестиал по имени Ясон уничтожал планеты с помощью Камня Силы. Во-вторых, Эго вообще заявил, что тел у Целестиалов нет, и они могут манипулировать материей, как хотят. Параллельно оказалось, что Целестиалы могут размножаться половым путем, и Эго стал отцом Питера Квилла, сделав его наполовину Целестиалом. А заодно забросил свои семена на различные планеты, чтобы присоединить их к своему телу. Делая все это, Эго не забывал пояснять, что он последний выживший Целестиал. А потом случились Вечные, которые переписали канон. Целестиалы забыли, что могут размножаться половым путем, и начали засеивать семена в планеты. Для рождения Целестиалу требовалось наличие своеобразной живой массы, которую из себя представляли люди. Чтобы их не поели хищники, Целестиалы придумали Девиантов, зачищающих планеты от угроз. Но Девианты вышли из-под контроля, и пришлось создавать Вечных, чтобы с ними бороться. А с другой стороны, Вечные потихоньку помогали людям развиваться. Как следствие, приближая моменты пробуждения Целестиалов, Тиамут, живший на Земле, был превращен в камень по своей воле. Что навлекло на Вечных гнев главного Целестиала, Аришема. На этом фильм закончился. Но Аришем, как ни в чем не бывало, сменил внешность и появился в трейлере Тора. Но до этого с Целестиалами не раз заигрывали другие режиссеры. В голове Целестиала располагалась база коллекционера. Планета Саакар в Торе 3 была осклочена из останков тела еще одного Целестиала. Незар, Харген и Джемия мелькали на экранах в различных проектах. Однако с единым каноном Марвел, судя по всему, так и не определилась. Да чего уж там, даже с размерами все непонятно. В трейлере Тора Аришем и второй Целестиал Зиран выглядели гораздо меньше, чем в Вечных. Так что строить какие-то теории априори бессмысленно. Целестиалы в Торе, во-первых, важные роли не сыграют, ибо это не в стиле Марвел. Ну а во-вторых, Кевин Файги просто дает свободу режиссерам, и те показывают Целестиалов как хотят. Какого-то общего шаблона, как видно, не имеется. Поэтому есть смысл говорить лишь о фактах. И первый в том, что место, где разворачиваются события трейлера и где показывают Целестиалов, это так называемый город всемогущих. Мы ошибочно считали, что Зевс произносит свою речь в Олимпии. По первым двум трейлерам такое впечатление создавалось. Но финальный расставил все на свои места. Делегация Асгарда приехала не к греческим богам. Дело происходит в городе всемогущих. А Зевс со своими ребятами, член такой же делегации, как и Тор. В комиксах город создали древние боги миллиарды лет назад. Сразу после Первой войны богов. После которой встала необходимость договариваться и избегать кровопролития. Так и был построен город, который является, ну, своеобразным ООН в мире богов. Там всемогущие сущности собираются во время кризисов. Касательно Тора 4 таким кризисом, видимо, являлся Горр. Поэтому мы и видим Асгардцев и жителей Олимпа. А заодно и Целестиалов, которые тоже как бы боги. Так что появление Аришема и второго Целестиала Зирана в целом оправдано. Зиран, к слову, Целестиал достаточно примечательный. Он носит официальный титул «Тестировщик» и выступает кем-то вроде «Контрольного закупщика». Его задача – тестировать гены и эволюцию существ, которых Целестиалы создают. В случае, если все в порядке, Зиран отправляет форму жизни назад на родную планету. А если же нет, то Целестиал либо вносит в ДНК правки, либо бракует эксперимент, запуская его по новой. Судя по концовке вечных, Землю скоро ждет подобное испытание. Так что Зирана стоит держать в уме. Он наверняка будет одним из ключевых лиц в изменении черепов людей и их достойности продолжать жизнь как биологический вид. Ну а что до Тора 4, мы бы советовали не завышать ожиданий. Скорее всего, сцена из трейлера будет единственной сценой с Целестиалами в фильме. Ну или будет еще парочка, где они засветятся с камео, но не более того. То же самое можно сказать и о других богах. Раз Марвел решила показать город всемогущих, было бы странно останавливаться на Зевсе и Целестиалах. Как минимум массовкой зал точно стоит заполнить. А значит, на заднем плане засветится много интересных лиц. Некоторые и вовсе на переднем. К примеру, покровительница Ваканды Баст. Несколько месяцев ходят инсайды о том, что ее сыграла Акосия Сабет. И эти инсайды подтверждаются промокадрами, на которых Валькирия с Джейн Фостер смотрят сверху на кого-то костюмом, напоминающего Черную Пантеру. Баст уже упоминалась в сольнике Т'Чаллы 2018 года. И не удивимся, если перед грядущим сиквелом Марвел покажет богиню с небольшим камео. Также в массовку можно закинуть египетских богов из Лунного Рыцаря. В общем, сцены потребуется рассматривать с микроскопом. И это не единственный приятный момент, связанный с фильмом. Мировая премьера уже состоялась, а слитых трейлеров в сети до сих пор нет. Хотя Вечных слили за год, а Доктора Стрэнджа за пару месяцев до премьеры. Про Человека-паука и упоминать не будем. Однако Тор-4 держится молодцом и хранит свои секреты. В связи с этим интервью актеров и создателей еще интересней. Тайка Вайтити, к примеру, дал понять, что в фильме будет раскрыта сюжетная линия рака Джейн Фостер. В комиксах это было главной фишкой героини. Ведь превращаясь из бога в человека, Джейн обнуляла успехи химиотерапии и медленно умирала от рака. Не было понятно, будет ли Марвел показывать это в кино. Однако Вайтити заявил, что одной из интересных деталей Джейн будет ее двоякость. И цена, которую она вынуждена платить за обладание силами Тора. Своими словами вещи режиссер не называл, но очевидно, что речь как раз о сюжете с раком. Правда, ответ Вайтити на другой вопрос не такой радостный. Режиссера спросили, когда разворачиваются события фильма. На что Тайка ответил, что через 4 года после Мстителей. Такой ответ вызывает кучу вопросов. Значит ли это, что Тор на самом деле путешествовал со стражами несколько лет? Почему в течение этого времени Гамору так и не нашли? А если вспомнить Вечных все еще страннее, получается, что концовка этого фильма случилась за несколько лет до событий Тора 4. Значит ли это, что Целестиалы не уничтожили Землю, и мы получили спойлер к Вечным 2? В общем, к таймлайну Марвел есть много вопросов. Студия, к слову, попыталась с ним что-то сделать. На Disney Plus есть опция расстановки проектов киновселенной в хронологическом порядке. После выхода мультивселенной Безумия ее обновили. И вышло так, что хронологически первым проектом после финала был сериал о Локе. За ним расположились мультсериал «Что если» и «Ванда Вижн». Потом случились события Сокола и Зимнего Солдата. Следом за ним Шан-Чи, затем Вечные, ну а потом связка «Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж 2». Примечательно, что вышедший раньше него Соколиный Глаз хронологически случился позже. Ну а крайними на данный момент Марвел называют сериалы о Лунном Рыцаре и Мисс Марвел. Если Тайка Вайтизи не врет, Тор 4 случится еще позже. И выходит, что события Стражей Галактики 3 придется двигать чуть ли не к 2030 году, что создает дискомфорт, ведь почти вся сага Бесконечности двигалась плюс-минус вместе с реальным миром. Пятилетний прыжок Мстителей 4 сбил все планы. Но все считали, что рано или поздно Марвел сравняется с реальным миром. Видимо, это не так, ибо студия не особо парится, взваливая разборки в хронологии на наши с вами плечи. Ну а напоследок поговорим еще об одном скрытом спойлере. Его выдала Натали Портман, рассказав о том, что предложила Марвел снять совместный фильм Джейн Фостер и Капитана Марвел. Перспективы подобного женского проекта туманны, да и вообще дело десятое. Забавнее то, что такое заявление значит, что Портман намерена продолжать сотрудничество с киновселенной. А значит, ее версия Тора будет продолжать появляться в будущих фильмах вместе с версией Криса Хемсворта. Попутные инсайдеры намекают, что одна из сцен после титров покажет нам намеки на бета Рэй Билла. И Торов в киновселенной станет три. Такими темпами мы и до корпуса Торов из Секретных войн доберемся, что несомненно было бы очень здорово. Сцен после титров у фильма по данным с предпоказов две. И обе очень жестко тизерят будущее киновселенной. Это очередная хорошая новость, ибо в последнее время сцены после титров чаще всего шуточные или ведут в никуда. Как, к примеру, Шан-Чи с непонятным вступлением во Мстители, которое больше нигде вообще не упоминалось. Будем надеяться, Тор в этом плане сработает получше. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья!